В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Художественная коллекция Сарова. В художественной галерее открылся новый выставочный сезон. Классический квест, фотоконкурс и ориентирование. Саровчан приглашают принять участие в городском фотокроссе. Поймать восходящий поток воздуха. Воспитанник Дворца детского творчества стал серебряным призером первенства Европы среди юниоров по свободно летающим моделям. Далее расскажем обо всем подробно. Федеральная налоговая служба начала рассылать должникам напоминания о необходимости уплаты налога по электронной почте через СМС и банковское приложение. Последние две опции пока подключены в тестовом режиме. Получать уведомления о неоплаченных налогах можно через работодателя. Одновременно налоговая служба ведет работу по расширению возможности уплаты налогов. Группа сервисов «Заплати налоги» на сайте налоговой службы сейчас позволяет совершить платеж почти любым способом. Можно узнать платежные реквизиты, сформировать бумажный платежный документ, осуществить безналичную оплату как через платежные системы банков, так и с карт основных платежных систем. Также в этом году у россиян появилась возможность платить имущественные налоги авансом в виде единого платежа. Это сокращает время на заполнение документов и снижает количество ошибок при заполнении реквизитов. За год долги россиян по имущественным налогам выросли на 8,6%. Между тем, это самый низкий показатель за последние пять лет. В деньгах сумма задолженности, по данным на 1 августа 2019 года, составляла 152 миллиарда рублей. К другим новостям. 2019 год получил статус самого грибного года за последние 50 лет. Заядлые грибники целыми корзинами приносят домой белые, подберезовики, маслятые лисички. Увлекаясь тихой охотой, люди часто забывают, что неправильные сборы и хранение грибов могут стоить здоровья и даже жизни. Чтобы избежать несчастного случая, специалисты советуют соблюдать ряд простых правил. Грибов много и самых разных видов. Но прежде чем отправиться на поиск грибных мест, специалисты рекомендуют освежить знания о съедобных и ядовитых представителях этого царства, а также помнить правила сбора грибов. Грибы имеют такое свойство, они как губка впитывают все токсические вещества и накапывают эти токсические вещества. Поэтому не рекомендуют собирать первый слой грибов. Не стоит собирать червивые, мятые, переросшие грибы. Присмотритесь рядом со старыми, под листвой и ветками, зачастую прячутся их молоденькие и крепкие собратья. Кроме того, не рекомендуют собирать грибы, которые выросли вдоль автомобильных дорог, вдоль железных дорог, которые выросли около промышленных площадок, на территориях каких-то промышленных предприятий, а также там, где есть сельскохозяйственные угодья. Потому что все грибы накапливают, опять же, все вещества, которые их окружают, соли тяжелых металлов, пестициды. Специалисты рекомендуют уходить вглубь леса не менее чем на километр от автомобильных дорог и на 500 метров от проселочных. Это увеличит шансы собрать экологически чистые грибы. Следующий важный этап – это обработка. Обработка в себя включает несколько этапов. Это переборка, сортировка. Грибы сортируют по видам, обрабатывают их по видам, чистят, моют, замачивают, вымачивают. А дальше идет термическая обработка. Конечно, не у всех любителей соленых и жареных грибов есть время на походы в лес. Поэтому они их покупают. Специалисты рекомендуют приобретать грибы только у проверенных людей, чтобы быть уверенными, что они собрали их по всем правилам. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, СОРО, 24. В администрации прошло заседание Координационного совета по подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы. В СОРО сейчас проживают 43 участника Великой Отечественной войны, 25 узников фашистских концлагерей, 32 жителей блокадного Ленинграда и около 600 руженьков тыла. Сотрудники соцзащиты приступили к поквартирному обходу ветеранов, чтобы проверить условия их проживания. Саровчанам, которые недавно перевезли в город родственников участников войны или лиц, приравненных к ним, необходимо обратиться в Управление соцзащиты для включения в график обхода. Телефон для справок – 981-29. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Глава администрации Алексей Голубев проведет прием предпринимателей по проблемным вопросам. Встреча состоится 10 сентября в 320 кабинете здания Думы и администрации. Начало в 10 часов. Предварительно записаться на прием можно по телефону 977-70 и 8-910-386-67-60. Министр просвещения Ольга Васильева назвала темой итогового сочинения, которая следующим летом предстоит писать выпускникам. Всего их 5 – отцы и дети, мечта и реальность, месть и великодушие, искусство и ремесло, доброта и жестокость. Для справки, итоговое сочинение является непременным условием допуска государственной итоговой аттестации. Система оценки предполагает два возможных результата – зачет или незачет. Сочинение можно переписать, но не более двух раз. 22 сентября в Сарове пройдет традиционная ежегодная сельскохозяйственная ярмарка «Осенний завоз». В ней примут участие более 40 производителей из Орла, Дзержинска, Городца, Арзамаса, Балахны, Сарова и других городов. На торговых прилавках будет представлена мясная, молочная, колбасная, хлебобулочная и плодо-овощная продукция, а также мед, саженцы и товары народных промыслов. Ярмарка начнет работу в 9 часов. В художественной галерее стартовал новый сезон. Открылся он выставкой «Художественная коллекция Сарова». Это экспозиция из 80 живописных полотен из фонда в галерее. Гостей познакомили с авторами и историей создания картин. На вернисаже побывала наша съемочная группа. Экспозиция «Художественная коллекция Сарова» открыла новый выставочный сезон. Летом на фасаде парка имени Зернова жители города могли наблюдать репродукции картин. Теперь на всех этажах художественной галереи с ними можно познакомиться в оригинале, внимательнее рассмотреть детали и техники, с помощью которых создавались полотна. У меня за спиной тоже работы из этого уличного вернисажа. В детской программе, которая у нас на втором этаже проходит, там тоже участвуют эти работы. Просто эта выставка выплеснулась за счет своих размеров за пределы одного зала. Она находится во всей галерее. На торжественном открытии сезона заведующая художественной галереей рассказала об авторах и фактах из истории создания картин, после чего гости смогли ближе рассмотреть каждую работу. Сотрудники галереи дали старт фестивалю «Нижегородский кинограф». Саровчанам покажут четыре кинокартины, в создании которых приняли участие уроженцы Нижегородской области, либо люди, жизнь которых тесно связана с нашей губернией. Осенью зрителей в художественной галерее ждет традиционный арт-лекторий в кино, а также премьерный показ фильма Сергея Ливнева «Ван Гоги». Он не посвящен художникам. Я не буду раскрывать секрет, почему режиссер этого фильма Сергей Ливнев называл свой фильм так. Это будет известно в титрах в конце фильма. Это невеселое развлекательное кино. Мы приглашаем с вами смотреть настоящее хорошее отечественное кино. Всех посетителей художественной галереи в середине сентября ждет еще одна экспозиция из московской частной коллекции художника-иллюстратора Юрия Васнецова. На выставке «Вкус» знакомый с детства старшее поколение без труда узнает на картинках героев из детских сказок «Царевну лягушку», «Трех медведей», «Лисицу» и «Зайца». Дарья Козина, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. У кого-то при упоминании барабана всплывает образ рок-музыканта, у кого-то военный парад или утренник в детском саду. Барабан – один из самых древних музыкальных инструментов на земле. Первые разумные люди сопровождали ритмичным стуком свои танцы и магические ритуалы, а также пытались устрашать ими врагов и диких зверей. 7 сентября в России отмечается День барабанщиков. Сергей Коробов – барабанщик с 30-летним стажем. Еще в детстве мужчина мечтал стать музыкантом. Включал пластинки, брал подручные материалы и импровизировал под различные треки. Мне почему-то барабаны всегда нравились. Я брал подушечку, у мамы брал спицы и дубасил по подушке. Возрослев, Сергей понял, что играть на ударных – это его призвание. Музыкант взял с собой палки для барабана и пришел в клуб «Прогресс», где и началась его музыкальная карьера. Мы туда пришли, поднялись на второй этаж и оказались в помещении, где люди музицировали. Мне очень понравилось. Я впечатлился и стал туда ходить регулярно. Ну и постепенно стал играть в ансамбле. Потом поступил в музыкальное училище Нижегородское, окончил его. Приехал сюда с 99-го года, я являюсь преподавателем детской школы искусств. Закончив музыкальное училище в Нижнем Новгороде по классу ударных, Сергей решил вернуться в Саров и обучать музыкальному искусству детей. На протяжении 20 лет он работает в детской школе искусства и учит своих подопечных, нотной грамоте, правильной постановке рук и ног, знакомит детей с ударной установкой, палочками, тарелками и пэдом. Барабаны требуют определенной координации, то есть как бы определенного мышления, то есть ритмика, метроном, то есть все это как бы вкупе. Сергей играет в музыкальной группе «Тайный союз». Ее ближайший концерт пройдет 13 сентября в Думе ученых. Приглашаются все желающие. Для зрителей старше 16 лет. Начало в 18.00. Классический квест, фотоконкурс и городское ориентирование. Молодежные библиотечные информационные центры приглашают саровчан на фотокросс, цветные картинки. Любители активно используя и провести свободное время ждут зашифрованные задания и три часа на их выполнение. Подробности о правилах творческого соревнования команд фотографов-любителей расскажем далее. В рамках квеста «Цветные картинки» командам предстоит перемещаться по городу и делать фотографии на заданную тематику, а после представить их на суд жюри. В прошлых сезонах участники фиксировали весенние и осенние пейзажи, переносили книжных персонажей на улицы города и придумывали новое прочтение литературных цитат. В этот раз в фотокроссе объединят два вида визуального искусства – фотографию и живопись. Постоянно же вокруг фотографии ведутся споры, может ли она соперничать или хотя бы претендовать на это соперничество с живописью. Нашим кроссерам выпадет шанс нынче доказать, что хороший фотограф – это тот же художник, только вместо кисти и красок он использует свет и свою фотокамеру. Каждая команда получит пять конвертов, в которых будут находиться задания с названием или цитатой из известного литературного произведения. Их конкурсантам предстоит раскрыть в фотоработах. Важное правило – в них должны присутствовать цвета, которые описал автор книги. Участвовать могут саровчане и гости города от 12 до 45 лет. Для этого нужно собрать команду до пяти человек и подать заявку на электронную почту или в молодежный библиотечно-информационный центр. С собой нужно иметь фотоаппарат или даже мобильный телефон, сейчас камеры везде хорошие, дата кабель для того, чтобы потом перекинуть нам все это, свои работы, и ручку для того, чтобы заполнять кросс-листы. Старт фотокросса 21 сентября в 15.00 в библиотеке по адресу Московская, 11. Работы будут оценивать жюри, которое состоит из сотрудников библиотеки и победителя прошлого сезона. Итоги подведут 26 сентября в 18.00. Победителей наградят дипломами и памятными призами. Подробнее ознакомиться с положением фотокросса можно на официальном сайте Центральной городской библиотеки имени Маяковского. Дарья Козина, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. Этим летом в Северной Македонии прошло первенство Европы среди юниоров по свободно летающим моделям. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 19 стран. Турнир проходил на поле спортивного аэродрома около города Прилеп. В состав российской сборной вошел воспитанник Дворца детского творчества Антон Сидоркин. Юноша стал серебряным призером в личном и командном первенстве. Участие в соревнованиях заставило изрядно понервничать российских спортсменов еще до начала полетов. Багаж задержали на сутки. Вместо тренировок ребята осматривали достопримечательности старинных городов. К тренировкам наша команда приступила позже остальных участников. Мы пропустили этап Кумира, на который планировали приехать. То есть два дня тренировок мы потеряли. Антон Сидоркин, вспоминая поездку, говорит, что ребята смогли мобилизоваться и, получив багаж, тренировались до позднего вечера. Сам запуск летающей модели, на первый взгляд, достаточно простой. Антон, насколько позволил и место съемки, показал, как это происходит. Тренер выпускает модель из рук. Второй конец лески у меня. Я ищу восходящий поток воздуха. Затем модель разгоняется, точнее я ее разгоняю, и отцепляется наш буксировочный трос, и модель летит в таком положении, еще метров 50, затем переходит в такое положение и планирует. На результат влияют много факторов. В первую очередь это мастерство авиамоделиста и его физическая подготовка. Как и у настоящих летчиков, у авиамоделистов есть свои приметы и суеверия. Например, во время соревнования Антон не смотрит на табло, не сравнивает свой счет с баллами соперников. По словам юноши, это позволяет максимально сосредоточиться и показать отличный результат даже в экстремальных условиях. У нас последний тур был после заката солнца в 7.15. То есть мы уже искали модель в темноте. В первенстве Европы среди юниоров по свободно летающим моделям приняли участие спортсмены из 19 стран. В составе российской сборной Антон Сидоркин стал серебряным призером в личном и командном зачете. В отделении авиамоделизма он занимается 10 лет и после школы решил поступать в Московский авиационный институт. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах Канал-16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин